Всем привет! Мы с вами снова в магазинке Нижний Новгород. Сегодняшний обзор будем транслировать из отдела свет. Мы подготовили для вас выжимку полезной информации по рабочим настольным лампам. Мальчики и девочки, это не те интерьерные лампы, которые мы используем в качестве ночника. Это именно рабочие лампы. Будем разбирать плюсы и минусы, какую лампу стоит, какую не стоит покупать, где завышен ценник, где адекватный. В общем, все как обычно, много полезного и долго. Пойдемте разбирать и смотреть. Первая лампа, мы целенаправленно уже встали рядом. Кстати, это новинка, мы показывали ее в прямом эфире. Сейчас поудобнее. Рабочая лампа Бра, немоны, цвет антрацит и есть еще белый. Значит, вот такая вот металлическая лампа. Пока давайте сначала общая, а потом уже детально. Так у нас регулируется головушка, то есть можно направлять куда угодно. Вот такой вот верх. Нога и основание. Так, давайте сначала о хорошем. Плюсы. Есть USB порт, то есть вы можете сразу заряжаться от настольной лампы. Особенно пользователям гаджетов бесконечного. Это, я думаю, удобно, когда сидишь работаешь и нужно искать зарядник дополнительно. Дальше. Лампочка светодиод GU10. Кстати, вот мне неудобно двумя пальцами. Я не могу его достать? Не падай. То есть он как бы держится здесь. Хотел достать, показать. Нет. Обратно вкручивается. Вытащить я его не могу. В общем, светодиод GU10 сейчас найдем, покажем. Наверное, вот так только покажем. Вот такой светодиод GU10. Здесь рекомендовано 400 люменов. У IKEA сейчас максимально по яркости это 600 люменов. Поэтому, если вы хотите что-то более яркое, значит, идем в другой магазин. Ну и не забываем, да, что обязательно, то есть рекомендованную лампочку используем, чтобы ничего у нас не расплавилось. Так, вот здесь вот, вот на сайте этого не видно? Что это такое? Интересно, смотрите, друзья мои. Значит, вот так у нас кнопка вот теперь где ламп находится. Интересно. Так, теперь давайте о нюансах. Тормозит у меня камера. Сейчас, наверное, на одну, да, потому что я не смогу. Смотрите, любые манипуляции, которые вы будете выполнять с данной лампой, увы, одной рукой вы не сделаете. Я даже пробовать не буду, потому что до обзора пыталась. Значит, смотрите, что мы обнаружили на сайте. Этой информации, к сожалению, производитель не указал. Вот лампа. То есть она сейчас, вот лампа, она сейчас в закрепленном состоянии. При этом ходит она очень замечательно. У вас, допустим, как у меня, шкодливый ребенок, который подходит, тут какая-то вот штучка. Вот так вот ее, хопа. И лампа падает. Лампа железная. Я уже словила этой лампой. Значит, вот смотрите, что у нас здесь. То есть здесь нет никакой прорезиненной части, нет никакой регулировки, как, например, у бюджетной лампы Торцал. Поэтому во избежание каких-либо падений все-таки рекомендуем либо сюда что-то прорезиненное, либо даже на двухсторонний скотч крепить, потому что крепится просто вот, то есть поставили, подняли, хвост, все. Намертво, чтобы вот она прямо вот жестко стояла, вы ее не сможете при помощи этого крепежа сделать. Я считаю, что это недоработка. Светильник за три тысячи, ну, не должен. Должен быть безопасным, а не то, что вот слегка дернули, он на голову свалился. Вот этот момент, пожалуйста, учитывайте. Дальше. Чтобы отрегулировать вот эту часть, я могу это одной рукой делать, да, но если, допустим, там что-то делали, решили поменять положение, вот здесь надо усилие приложить, чтобы по голове не словить. То есть одной рукой нереально. Я считаю, например, ребенок, не каждый справится. То есть поставили и нужно затянуть, потому что если вы не затянете, она будет болтаться. Так сделано хорошо, то есть лампа сделана основательно. Нареканий, кстати, по изготовлению нет никаких. Единственное, что вот, например, лично мне не понравилось, то есть это вот эти узлы, ну, как бы, ну, жестковатые, да. Можно как-то это сделать более мягким, чтобы меньше проблем было. Ну, это даже, кстати, лирика больше, конечно, не устроила вот эта часть. То есть безопасности я вот здесь не вижу никакой в этой лампе. В плане стиля она красивая, она интересно смотрится. Кстати, в этой же линейке, но мы об этом будем отдельно рассказывать, вот такие вот немоны есть. Бра с поворотным штативом. Тоже, кстати, интересная штучка крутится, как угодно. Потом есть вот такие лампы для чтения, двойные, одинарные разного размера. То есть линейка широкая. Вы можете сделать, допустим, там комнату в определенном стиле. Практически у всех икеевских ламп есть дополнительные какие-то. Помимо этого, кстати, забыла сказать, данную лампу можно закрепить к стене. Отдельно в обзоре покажем картинку из инструкции по сборке, как это будет выглядеть. Кстати, мне понравился шнур. Шнур тканевый, хорошо гнется. Я не думаю, что он со временем сломается либо перетрется. Вот шнур мне очень понравился. Вообще, как бы лампу рекомендую, но имейте в виду, если дома есть дети, неаккуратные подростки, там, ну, пожилые люди, да, учтите этот момент, чтобы ни на кого вот это не свалилось. Ну, понимаю, наверное, все. Давайте следующую лампу. Следующий экземпляр. Светло-серая лампа Юмперлик. Триценируется она как подростковая лампа. Ну, конечно, можно для работы взять любому человеку. 3000. Стоянная лампочка в комплекте. Я считаю это минусом. Как только она у вас перегорает, все, лампа ваша идет на выброс. Вы ее использовать дальше просто не сможете. Так, из нюансов. Кладу свою камеру пока. Легкая. Такие вот прорезиненные ножки. То есть, в принципе, скользить она не будет. Так, шнур у нас обычный пластиковый. У лампы за 3000 шнур можно поприличнее. Дальше, значит, что лампа умеет? Умеет вот так вот ездить. То есть, регулировки нет, есть движение. Вы можете, не трогая лампу, немного изменять направление. Дальше, вы можете менять угол. Но вниз она у вас уже никак наклониться, лампа не сможет. То есть, только вот так и вот так и странно в сторону. По освещению. Вообще, заявлен встроенный реостат и одним движением можно регулировать интенсивность света. Мы долго терли, как Аладдин. Вот выключить... А, вот как. В общем, трем вот здесь. Мы честно терли здесь. Честно терли вот здесь. Не работает. Работает только вот здесь. Ну, как вы знаете, все-таки за 3000, я считаю, многовато такую лампу. Лампочку поменять нельзя. По опыту клиентов, года полтора-два она начинает, как все светодиоды, вот такие вот стройные светодиоды моргать и выходит из строя. То есть, лампочка ходит на помойку. Поэтому, ну, я считаю, лучше вот предыдущую Немо доработать, взять ее. Деньги те же, чем вот, допустим, Юнтерлик. Ну, хотя выглядит вроде как интересно. Поэтому, если вам только вот как бы интересен стиль, да, пожалуйста, можно рассмотреть как лампу. Лампа безопасная, в принципе, полностью. Я считаю, что никуда ни на кого не свалится. Давай, дружочек, выключим тебя. Ну, больше как бы под ней добавить-то нечего. Она единственная. По-моему, дополнительно по Юнтерлигу нет ничего. Торшеры были, да, но сейчас нет. То есть, серия Юнтерлиг выходит потихоньку, поэтому больно-то ничего и нет у нее уже. Следующая линейка – это лампы. Устройство для зарядки хектар. Сразу скажу, ребят, ценник 6. Смотрели, крутили, вертели, все-таки, ну, как бы не совсем поняли, за что столько денег платят. Есть аналоги более бюджетные. Значит, что умеет? Беспроводная зарядка, но учитывайте, это не быстрая зарядка, которая там за час-два зарядит телефон. Заявлено вроде бы, что все смартфоны современные поддерживают IQ или QI. Функция должна быть. То есть, ну, как бы, если современный смартфон должен заряжать, ограничений нет. Нет таких разделений, что там iPhone, Samsung, Honor, неважно. Заявлено, что все современные смартфоны заряжают. Кто и поддерживает функцию беспроводной зарядки? Да, беспроводную зарядку телефон должен обязательно функцию поддерживать. Если не поддерживает, то ничего. Сюда, значит, обязательно нужно попасть в беспроводную, то есть там как бы меточка, да, на телефонах, которые поддерживают беспроводную зарядку. Нужно попасть ровно в середину. Если вы кладете где-то рядышком, зарядки не будет. Так, ну, теперь давайте, наверное, разбирать нюансы, да? Да, кстати, есть еще USB. То есть, два способа. Можно так заряжаться, можно через беспроводную заряжаться. В принципе, лампа сделана хорошо. Лампа основательная, тяжелая. Не дай бог кому-нибудь, в кого-нибудь этой лампы съездить. Так, цвета вот такой матовый беш, матовый серый и глянец белый. Такой обливной глянец. И провода, кстати, отличаются. У белый пластиковый провод, у темно-серый тоже пластиковый провод, у бежевый текстильный провод. С чем связано, не могу сказать. Возможно, разные производители. Хотя везде заявлен Китай. Так, из нюансов, вот смотрите, включается лампа вот такой кнопочкой. Лампочка идет в 14-й цоколь, свечка. Обязательно светодиодную используйте, потому что пластиковый патрон внутри просто сплавится от обычной лампочки. Вот эта лампа то ли была небрежно собрана, то ли разболталась со временем. Вот видите, то есть как бы держится она струн-трун. Заваливается. Поэтому здесь требуется ее подтянуть. Но каких-либо регулировок нет, то есть нужно просто взять отвертку и отвертку подтянуть. По-другому вы это сделать не сможете. Значит, регулируется у нас голова. Наверх-вниз, как вам удобно. И регулируется вот здесь. То есть мы можем сделать высокую лампу, можем пониже. Ну и вот здесь, то есть, соответственно, тоже можем ее откинуть. То есть, в принципе, вот как это выглядит классическая лампа. С серой все получше, она не так прыгает. Возможно, не так ее расшатали. И вот такая вот глянцевая белая. Кстати, плафоны все внутри белые, отражают свет. Поэтому света дает много. Свет в Икеа теплый. Поэтому, если нужен холодный свет, тогда в другой магазин. Ну, ценник все-таки завышен. Сделано добротно. Но сочетаться она, например, не будет. Если не будет, как бы определенная стилистика соблюдена. Вообще, серия Хектара это лофт. Прям такой классический лофт. В этой серии есть подвесные светильники. Но отсюда, наверное, не видно будет, да, эти тазики показывать. Есть торшеры, есть шины. Торшеры большие, маленькие. То есть линейка обширная. Поэтому ее все-таки нужно к чему-то привязать. Либо к дизайну привязать, либо ее сочетать со светильником таким же родным из этой же серии. Ну, как бы лампа неплохая. Ну, дороговато просто. Единственное, что. Следующая новинка. Это серия Орет. Главное правильно выговорить. Цвет антрацит. И вот такой вот кирпично-красный. Есть торшеры в этой линейке. Ламп не... Нет, и лампы, в принципе, тоже уже как бы... Не знаю, почему новинка. Возможно, сменили артикульный номер. Не было черных. А вот такие вот кирпично-красные давно уже, как бы, часто привозим. Так, давайте, значит, смотреть, что у нас здесь. Стоит 3000. Плафон. Может, вторую камеру взять? Плафон двойной. То есть сам плафон черный. Но внутри вставлен дополнительный белый плафон для лучшего светоотражения. Лампочка здесь у нас 27-й цоколь, если я не ошибаюсь. Да. Здесь вставлен рет за 49 рублей. То есть любая энергосберегающая лампочка. Сами понимаете, сведеть она будет ровно так, какую лампочку вы поставите. Так, включается кнопочкой. Видно? Здесь вот такой гибкий шланг. То есть спокойно позволяет вот этой части регулироваться как удобно. Так, по весу. Ой, друзья мои. Нет, тяжело. Тяжеловато. Вес на коробке не указан, но лампа далеко не легкая. Ребенок или подросток не справится однозначно с ней. У кого, чтобы на голову не свалили. Так, регулировки. Очень. Я не могу. Друзья мои, аккуратно. Вот такие вот ползунки. Ну, знаете как, вот чуть перетянула, уже туго не открутишь. Поэтому делайте, регулируйте сразу так, чтобы дети ничего на себя не свалили, потому что все-таки лампа не легкая. Можно прилететь, да? В общем, аккуратно. Вполне достойная лампа, наверное, да? За 3000. И смотрится красиво. То есть такая вот классика. Если кабинет так вот... Она и кабинетная, мне кажется, и подростку в комнату красиво будет. Что-то намного дает. Ну, и цвет лампочка дает. Но, опять же, у нее хороший вот этот внутренний обожор. Да, то есть отражает прям вот яркая такая, достойная лампа. Так, следующее. Точно такая же орет, только в кирпичном красном цвете. Смотрите, какая красивая лампочка вставлена. Все то же самое, что у черной. Поэтому заранее отрегулировали, как надо, чтобы можно было пользоваться и не думать, что на вас что-то свалится. Нареканий нет к данной лампе. Провод пластиковый, но пластик такой гибкий. В общем, лампа достойная. Минусов особо не увидела, ну, кроме веса и вот тугой регулировки. То есть здесь нужно поаккуратнее. Скуруп новинка, 1999, цвет только черный. Можно использовать как рабочую лампу или как бра. А как бра к стене? Что я не представляю такую махину к стене, если честно. Ну, если можно, значит можно. Так, что у нас здесь? Здесь у нас 14-й цоколь тоненький. Вот такая хорошо поворачивающаяся головушка. Порошковые напыления, то есть лампа матовая. Ищу, где включается. Включается вот здесь вот. Как это сможем показать? Сейчас, да. Включается вот здесь маленькая кнопочка. Вот, кстати, кнопочку больно-то не выпячивать, да, от лампы. Тут часть видно, то, что показываю? Значит, здесь у нас регулировка. И можно наклонить, как вам удобно. Вот все равно, в детскую, например, либо подростку, я бы рекомендовала обычный торцал. Меньше геморроя. Мы перейдем вообще. Да, то есть мы перейдем, давайте сейчас потихоньку. Я просто вот думаю, чтобы я, например, своему ребенку взяла. Ужасные тугие регулировки, то есть получается, либо механизмы еще не разработанные, да, со временем не разработаются. Кто-то очень сильно затянул. Я не могу раскрутить. Больно. Прям сильно больно. Ага, так. В общем, регулируется вот таким образом. Регулировка такая жесткая. Так, и из плюсов, что мне, например, понравилось у данной лампы. Ну, помимо того, что свет хорошо дает, то есть хороший абажурчик. Так, смотрите, здесь механизм крепления, как и мясорубки российские, были такие в советское время. То есть вот эту лампу вы уже не свернете. Я ее даже развернуть не могу. Поэтому ее вы сможете сделать намертво. Регулируйте, то есть ставите, прижимаете, все проверяете, и можно пользоваться. Это уже точно ни на кого не свалится. Стоит она 2000. Ну, то есть, в принципе, понятно, за что просят за USB деньги. То есть все лампы с USB стоят гораздо дороже, чем стоят лампы без USB. Зарядки хотят, на самом деле, можно зарядиться от розетки, да? То есть, как бы, дополнение. Ну, дополнение, это просто дополнение, такая как плюшка, да? Так, ну, по этой, наверное, все. Следующая настольная лампа, желтая медь, барометр. Лампа рабочая. Новинка висит. Мы снимали обзор по этой лампе. Коротенький обзор, он не вышел на канале, вы просто подписчицы отправляли в личку. Ой, да по весне, наверное, прошлого года. И все еще новинка. Вот так, такие новинки. Стоит 1999, цвет только такой. В линейке к барометру, если не ошибаюсь, больше нет ничего, не торшер. А, нет, есть торшер точно такой же, то есть все то же самое, только, ну, поставьте ногу вниз. Ребят, торшеры не показывай, чтобы ей было путаницы. Торшеры будут отдельно. Так, теперь давайте смотреть. Вес. Не тяжелая, не легкая. Классическая лампа, такой приятный золотой цвет. Вот регулировки у барометра мне нравятся. То есть можно делать это все, ну, менее, да, не стирая пальцы. Обожирчик, все белого цвета внутри, хорошо отражает. Да, то есть вот сама, если плафон все-таки можно регулировать на разную, ну, как вообще, на разную удаленность, то сама лампа... Кто-то с очень сильными руками прошелся. То есть сама лампа, вот, не сильно далеко гуляет. Это самый максимум, больше я ее задрать не могу. Вот это минимум. Ну, хотя, в принципе, думаю, для настольной лампы этого достаточно. Для такого классического интерьера лампа подойдет, я думаю, оптимально. Так, где она у нас включается? А включается она не на лампе. Кнопка включения-выключения отдельно. С одной стороны это удобно, а с другой, если у вас, допустим, все провода спрятаны и убраны, вам придется в любом случае держать провод, чтобы вам можно было включить лампу. То есть вот, все-таки, кнопка включения на самой лампе, либо на абажуре, наверное, более удобна, чем отдельно провод. Выключаем экономию электроэнергии и идем к следующему. Следующая классическая... Ну, как бы они все в одном месте стоят, да, поэтому они очень похожи между собой. Очень похожи с предыдущим барометром. Функционал тот же, отличается только визуально. Есть из этой линейки и торшеры, и отдельно абажуры, и бра есть. Линейка такая обширная, то есть, опять же, классический стиль, очень хорошо сочетается. Любят этот торшер, эту линейку покупать, кастрадмону, к креслу. То есть они вот сочетаются вместе, ну, уют такой дают. Так, давайте смотреть, что у нас предлагают, за что денег просят. 3000 стоит лампа, белый с оттенком и черный. Вот о чем я вам говорила. Кнопка включения, пожалуйста, вот на основании лампы. Это удобнее, провод можно спрятать. Плавный ход. Здесь не нужно постоянно что-то крутить. То есть все уже сделано за вас. Собрали, отрегулировали, крутите как вам удобно. Голова крутится на 360 градусов. Такая вот достойная лампа, хороший металл. Неплохо сделано, то есть вот даже никаких царапин не остается. Единственное, что может быть не всех устраивает вот шнур, да, черно-белый. Как бы выпрыгивает из интерьера, если уж до такой степени докапываться. Но нюансов, каких-то нареканий я у данной лампы не вижу. Мы их привозим часто, заказывают их постоянно. Нареканий по эксплуатации, по качеству с ними нет. По весу тоже адекватная, не тяжелая, не легкая. Ну и свернуть ее тоже, ну, в ходу не свернешь, чтобы взять и свалить. Так вот выглядит белая с элементами золота здесь. А это грязь. Тут уж как бы вот залапанности. Ну, единственное, что, покажи, пожалуйста. Так как это покрытие, да, порошковое, ну, вот такие вот моменты есть. Все-таки хотелось бы без этого. Ну, это уже такие косячки. На черном бы этого ничего не увидите. И немножечко мне вот эстетически не нравится вот этот хвост. Его можно было бы как-то, ну, как-то сделать по-другому. Поаккуратнее. То есть, если бы хвоста не было, она бы выглядела идеально. В принципе, кроорна по нареканий нет. Визуально выглядит хорошо. Ценник адекватный. То есть, есть за что отдать 3000. Следующая линейка рабочих ламп Форса. На самом деле, это современная удобная лампа. Берут подросткам, берут взрослые себе. То есть, вообще, вот такой, как я говорю, сегмент от пионерки до пенсионерки. Неважно, кто по возрасту. Плюс появилась новинка классического белого цвета, что не может не радовать. Не хватает черной. Форсы были разные. Были насыщенно зеленые. Красных только, по-моему, не было. То есть, оттенки меняются постоянно. Сейчас такая вот мята, приглушенный синий. Стальной, но на нем остаются все отпечатки. При этом можно использовать в качестве зеркальца. Так. Ну, давайте, наверное, белый. Мне она как-то больше нравится. Выключатель. Отдельно. То есть, провод нужно держать где-то рядом, чтобы включить, выключить. Регулируется, ребят, вот вообще без нареканий. Вот куда хасите, бедолагу, туда и крутите. 14-й цок и лампочки. Здесь свечка. Лампочку можете поставить любую в этом диапазоне. То есть, задрать, поднять. Вот, ну, функциональная лампа. Все механизмы хорошо. То есть, вот к ней, ну, на самом деле, нареканий нет. 1600 вполне адекватный ценник за нормальную лампу. Очень рада, что появился белый цвет. Ее смогут позволить больше людей себе к интерьеру. Не хватает черного. Возможно, не хватает чего-то более яркого. Либо, ну, хотя можно белую лампу как-то апгрейдить, и будет тоже все красиво. Вот, смотрите, у синий, у всех остальных, черный шнур, черные крепежи. Хотя можно было бы, например, у белой красиво все сделано, лаконично все в белом цвете. Вот, например, к мяте больше белой бы. Либо можно было бы, в принципе, потратить чуть-чуть краски и покрасить это в цвет, чтобы это не выпрыгивало. Потому что вот эти черные элементы, они, в принципе, не к чему. Ну, нет нареканий по этой лампе. Если у вас были какие-то там нюансы, связанные с эксплуатацией, что-то портилось, разбивалось, не просто по вашей вине, там, кушка пробегала, свалила, а вообще, вот, пользуйтесь, пользуйтесь, все хорошо, и вдруг она там ломается. Напишите, что вообще, какие нюансы были в эксплуатации именно с киевскими лампами. Я думаю, это не только нам интересно, но вообще подписчикам. Ну, и, соответственно, нам для информации для наших клиентов. Так, сейчас мы с вами посмотрим еще несколько ламп обычных, которые работают от розетки. Потом еще, нет, они все будут от розетки. Потом еще посмотрим светодиодные, у которых не меняются лампочки. Следующий светильник, вполне бюджетная линейка, серия Quartz, 699 рублей. Лампа на столе, к сожалению, только в таком цвете. Очень часто, на самом деле, просят ее белым цвете, потому что берут школьникам недорого. Хороший абажурчик, отражатель белый. И вполне так вот, ну, мы сами под таким делом или уроки, сейчас у нас торциал дома стоит, поэтому нареканий нет, бабушка сейчас под такой лампой шьет, не хватает белого цвета. Теперь давайте смотреть, что и как, потому что мы с вами покупали года три назад. Ну, я думаю, слышно, лампа страдает какими-то проблемами с суставом. Звук страшный. Вот у нас такого звука нет у лампы. Этот момент учитывайте. То ли изменился производитель, то ли как-то что-то с технологией, но скрип ужасный. Абажур только такой. Регулировка, то есть просто за счет сгибания. Можно как угодно. Ценник небольшой. Лампа вполне доступна для любого сегмента. Стоит всего 700 рублей. Полностью все железное, пластиковых элементов нет, кроме шнура. У шнура регулятор, кнопка вкл-выкл отдельная. Тоже бы, да, как бы не мешало. Ну и вот, смотрите, форсы с черным шнуром, хотя здесь он ни к чему, у кварта вообще белого нет, белый шнур. Если, как бы, вот кому эти нюансы важны, учитывайте, что шнур белый, он вообще к этой лампе не отмерзь его. Так, еще из нюансов этой лампы сейчас достану лампочку, покажу. У нас уже были ситуации. Клиенты покупали лампу, потом приходили к нам с криками, ребята, лампа не работает. С 14-м цоколем лампочки есть разная форма. Но сюда рассматривайте именно вот такой маленький шарик. Если, да, любят свечку. Если брать, вот, сейчас найду лампочку, секунду. Вот. Если брать вот такую лампочку, тоже 14-й цоколь. Она сюда не подойдет. За счет вот этой части она сюда просто не вкручивается. То есть, очень узкий плафон, очень маленькое пространство. Вот этот момент, пожалуйста, учитывайте, чтобы не получилось ненужных покупок и траты денег. Ну, наверное, по кварту все. Жду ваши комментарии, что напишите вы, как у вас эксплуатируется, какие нюансы есть у вас. Следующая рабочая лампа серия Янша. Есть еще такая же с прищепкой, мы ее вам сейчас отдельно покажем. Пока расскажем про такие, скажем так, стационарные. Широкая линейка цветов. Раньше еще была оранжевая, золотая, но сейчас вот такие цвета. Цвета приятные. Желтый, классический, красный, белый, синий и черный. Лампа очень гибкая, подвижная. Сейчас она по акции цена ниже. Вместо 1200 стоит 900 рублей, поэтому ценник более доступен. Вот крутите вы ее, как хотите. Да, она поскрипывает, но не так, как кварт. Значит, минусы. Ну, всего можно минусы найти. По весу она хорошенькая, легенькая, все аккуратно сделано. Здесь пластик, здесь железо, здесь пластик. Она светодиодная. И, кстати, вот, да, не работает уже. Нет, работает. Получается, стеклышко разбили, светодиодик светит. У светодиода есть определенное количество часов. Года два она живет. Причем клиенты рассказывали, которые покупали, и мы привозили, и в Европе они сами покупали. Работает одинаково. Неважно, в каком магазине Икея куплена. Два года начинает потихоньку моргать. Когда начинает моргать, помогает движение постукать по вот этому мини-абажурчику, как бы потрясти ее. Но через какое-то время это перестает помогать, и все, она тухнет, умирает. То есть как только светодиод перегорает, лампа становится не нужной. Вы ее просто выкидываете. Поменять вы это не сможете. Если у кого-то был опыт смены, ну это впаивать, наверное, только, да, разбирать ее. Но с другой стороны, за эти деньги, ну, отслушать, сколько есть. Мне вот, например, очень нравится красный, потому что красных ламп не так много, а иногда такое пятно нужно, желтое тоже. То есть такие вот яркие, насыщенные оттенки, вот как она работает. То есть включается она только в розетку. Сейчас дойдем до прищепочной, покажем прищепочной, как работает. По мощности, что прищепка, что это одинаковые, но прищепки больше плюсов. Продолжаем линейку Яншо. Значит, есть вот такие товарищи на прищепках. Почему-то тоже они так скрипеть стали. Друзья мои, кто недавно покупал, расскажите, скрипят, не скрипят? У нас давно скрипа такого нет. Причем синий скрипит. Панируем. Значит, прищепочная крепить можно к стене. Вот показан способ крепления. И крепить можно, не заморачиваясь, просто к полке прищепкой. Взяли. Вот здесь такие вот резиновые прокладки, чтобы не царапалась полка. Большая, хорошая прищепка. Опа. И готово. Но работает тоже только от кнопки вкал-выкал. То есть розетка обязательно. Стоит сейчас 800 рублей, вместо 1000 тоже можно сэкономить. И есть вот такая малышка. Нам она очень нравится. У нас их несколько. Живут и в офисе, и с собой. Пауэрбанк. И вы всегда со светом. Едете, например, в машине. Есть, допустим, такие вот сумасшедшие люди, как я, кто любит дороги читать. Не хватает света. Просто включаем и никому не мешаем. Никакой верхний свет, ничего не нужно. Но со временем, смотрите. От постоянных загибаний туда-сюда она начинает рассыпаться. Не скажу, сколько это. У нас еще пока ни одна не рассыпалась. Но выставочник в Икея вот в таком состоянии. Она, конечно, светит слабее. Покажем, как светит? Да нет, это понятно, что она сама... Да, то есть она сама маленькая, более слабенькая. То есть такой дополнительный свет. Для индивидуального. Индивидуальное освещение, да, правильно. То есть на большее она не выживет. Ну, опять же, она и не позиционируется, как рабочая лампа. Это вот именно дополнение такое маленькое. Положим ее на место, где взяли. И пойдем снимать дальше. Так, следующая тоже светодиодная рабочая лампа Hortep. Цвета у нас зеленый с серебристым, белый с серебром, розовый и черный. Сейчас стоит 1300. Часто бывает так, ЦП и КФМ или в районе 1000 стоит. Поэтому, если хотите сэкономить, подождите, не торопитесь. Из нюансов. Значит, вот такая вот штучка. Упаковка, конечно, сложноватая у нее. Хотя вот эта часть железная. Но, тем не менее, я считаю, что такая вещь должна быть запакована целиком. Хорошо гнется. Никаких скрипов, никаких нервов. Все замечательно. Работает также от штекера. То есть нет кнопки отдельно на... Вот штекер, что говорю-то. То есть отдельно вынесена кнопка в хол-выкл. Ну, нигде, допустим, на самой лампе нет кнопочки. То есть здесь опять придется где-то держать ее рядом. Световый поток 15 Вт. Длина провода 1,9 метр. То есть если вам не хватит, то нужно будет удлинитель. Сгибается, как вам удобно, ну, до определенного угла, да. И поднимается до определенного угла. Вот такие светодиоды. По отзыву к клиентам живет, как все светодиодки, где-то 2-2,5 года. Потом начинает моргать, моргать. И потихоньку, то есть моргание все чаще. И работа спасает. Кому-то везет и работает. Кому-то, да, кстати, везет. И мы созванивались с одним клиентом. У него около 5 лет лампа. Но, возможно, не так часто пользуется. Ну, лампа выглядит стильно. Такая легкая, молодежная. Для работы с ноутбуком, как интерьерка такая небольшая, я думаю, вполне достойна будет. Неплохая лампа. Но учитывайте, что это светодиод, который, ну, нельзя поменять. То есть перегорело, все. Лампы у вас нет. Друзья мои, следующий экспонат. Кстати, у нас осталось всего 3 рабочих лампы. Мы уже, можно сказать, на финише. NeForce 4000. Встроенный реостат позволяет включать и выключать лампу. И регулировать яркость касанием пальцев. Лампа за 4000. Ой-ой-ой. Или не дособирали. Хотя здесь ничего нет. Так, а что здесь за батарейный отсек? Зачем он? Нет. Это не батарейный отсек. Это штейка вставляется. А, это для сборки. Но вот этот вот момент не ясен. Почему? Все в порядке, никто не пострадал. Заодно, можно сказать, собрали-разобрали лампу. Тумей. Все, вставила. Так, регулировка вот здесь на кнопочке. То есть пальчиком одни. Вот, прибавляется яркость. Видно, как яркость прибавляется? Ну, ярко, кстати, светит, да, если прибавить на максимум? Ой, ну геморройный товарищ. Представьте, бабушке или дедушке подарить. С той, с той, с той, с той, с той оставила. То есть ты можешь отрегулировать? Не знаю. Кому скучно покупать эту лампу? Лампочка встроенная, друзья мои. Поэтому, когда она выйдет из строя, лампа тоже, с лампой тоже вы попрощаетесь. Абажурчик хороший, такой интересный. Тканевая лампа выглядит, ну, такой, ну, легкая она выглядит. Более легкая конструкция, например, чем так, Хектарли, Рарнарп. Более воздушная, интересно смотрится. Есть из этой же серии в линейке не торшер, а, ну, типа, такого настольного торшера. Лампа с абажуром есть. Это покажем потом отдельно. Она новиночка, вышла не особо давно. Ну, я думаю, все-таки будет она в распродаже, да. Ну, начнут на нее ценник стильность, потому что 4 тысячи все равно многовато. Вот хотя бы 2,5-3 еще куда не шло, но 4 дороговато. Провод белый, текстильный. Меня вообще как бы удивляет, почему нельзя, ну, белый текстиль есть, почему нельзя в серый цвет. Вот, было бы, допустим, в цвет абажура, было бы более стильно смотрелось, бы более дорого выглядело. Вот такая вот лампа от Nefors. Ну, нюансы регулировки есть, но попасть можно. В принципе, неплохо. Нареканий как таковых сильных нет, кроме вот. Вот здесь вообще непонятно, почему. Узла какого-то мы... А, кстати, я нашла узел. Получается, чудо-сборщики, кто собирали, вот здесь не затянули. А? USB-шка. А, да, кстати, у нас USB-шка, а нигде не заявлено. Да, то есть здесь USB-шка, поэтому и ценник такой. Получается, если вы хотите лампу с возможностью USB-зарядки, ценник у нас 3, 4 и 6. А, есть еще за 5, но это с беспроводной уже зарядкой, и за 6 с беспроводной зарядкой. Выключаем дружочка и пойдемте смотреть еще две лампы. Самая дешевая настольная рабочая лампа Икея. 370 рублей лампа Лагра. А в году так 15-16 распродавали вообще по 200 рублей. Теперь давайте расскажу, что и как. За что денег-то просят. Даже 370 рублей. Знаете, смотрите. Ну, во-первых, ребятушки, сотрудники Нижнего Новгорода, ну, собирайте правильно. Вот этот провод, то есть вот эта часть должна быть наоборот, то есть перевернута, а это может быть, а нет, кстати, вот мы перевернули, да, все, разобрались. Ребят, вопросов нет. Единственное, что не одеты вот эти резиночки, то есть они должны одеты быть сюда, и вот эта часть, провод должен быть зафиксирован, то есть в двух точках, в трех, ну, здесь этого не сделано. Здесь, знаете, работает также клавиша вкл-выкл, на лампе нет ничего. Сама лампа очень легкая, здесь нет никаких прорезиненных частей, железо со временем обтирается и начинает царапать поверхность стола, особенно если это линон, алекс, линон столешницы, они очень нежные, и вот такие нюансы уже у клиентов были. Здесь маленький серебристый абажур, честно, света дает немного, но как точечные. Также вот как мы рассказывали про лампу кварт, то же самое, только определенной формой лампочки подходит. Чуть шире посадочное место, при этом такой же цоколь, она у вас просто не войдет. К нам уже клиент прям прибегал, ребята, вы мне продали брак, оказалось, нет, лампочка у него не подходящая. Значит, вот здесь уже разболтана, но вообще у всех этих ламп, беда, они скрипят и хрустят со страшной силой, как портретные колеи. Очень прям, вот звук такой прям, причем, понимаете, скрип бывает разный, но это прям вот скрип, который по нервам ездит. Дальше, здесь есть вот такая регулировка, то есть вы можете опустить, но опять до определенной точки, вот до этого шурупа, дальше вы ее не опустите. Берут, берут школьникам, на самом деле, куда только не берут, единственное, что может эту лампу оправдать, это ее цена невысокая. Ну, сразу говорю, не ждите от нее чего-то волшебного, если купили, ну, значит, она вам нужна. По лагре все, минусов у нее все-таки больше, чем плюсов, основной плюс это цена и то, что она такая вот более-менее, ну, доступная. Похожая на лампу, да, доступная. Вот этот пластиковый абажурчик часто трескается, если неаккуратно, ну, просто уронили, всякое бывает, ничего такого нет, чтобы... Ну, вот смахнули ее рукой, тем более она легкая, вот эти абажурчики трескаются только в путь. Ну, у меня по лагре все. Ну, и финиш по рабочим лампам. Почему-то эту лампу любим больше всего. Берут мастера ногтевого сервиса, ресницы, брови, да вообще все берут, и домой, и школьникам. Вот когда появились белые, такой почти черно-серый, не хватает еще, может быть, каких-то ярких цветов, вот этот цвет очень популярен детям берут. И это вообще кластика, мастера ногтевого сервиса, ну, штук по 8-10 мы точно в неделю привозим, заказывают девчонки постоянно. Саранск, по-моему, все на этих лампах работают. Ну, а черные, это как-то предпочитает, черно-серый антрацит предпочитает больше офиса. Давайте покажу на примере желтые, они отличаются на самом деле только цветом, покрытием, то есть матовая, гладкая или глянцевая. Вот такой большой белый абажур. Подходит сюда без заморочек обычная лампочка за 49 рублей, киевская, либо другая, более яркая. 27-й цоколь, нет никаких нюансов с посадочным местом, любая лампочка сюда, соответствующего цоколя, подойдет. Она вся металлическая, хорошо регулируется, сейчас все покажу. Крепить можно к стене, крепить можно к полке, к столу. Единственное, конечно, что, если вот, например, стол Ники, да, у него вот нет вот такого вот свободного края, когда стол сокрыт со всех сторон, либо вы ее вот сюда на самый край крепите, но если у вас ящик, опять же, вы не сможете этого сделать. Поэтому либо это открытая стола и без полок, либо вот, допустим, как вот здесь она закреплена, да, то есть нужно найти точку крепления, за которую вы ее зацепите. Так, теперь давайте смотреть по регулировкам. Вот эта часть хорошо ходит, как у лампы форса. То есть регулируете без каких-либо скрипов, да, скажете, мы уже повернулись на этом скрипе, ребят, ну, когда работаешь с определенным сегментом, и все это скрипит, пыхтит, клиент потом приходит и говорит, ребята, зачем, почему это скрипит, за что я отдал денег, приятного мало. Поэтому все-таки лучше, когда все это работает хорошо и плавненько, никому не мешает. Так, здесь у нас, здесь резиночки одной не хватает. Разбавим бы... Да, при этом вот. Не, ну, ты все равно, но, сеглечистью не затянули. А, ее затянули, поэтому... Так, вот здесь регулировка. Она как на стопоре на каком-то стоит. А, кстати, ой, здесь нет рядом. Контейнеры Сунерста, бюджетные самые, сейчас они 69 рублей. Екатерина, наша подписчица из Саранской, клиентка, мастер ногтевого сервиса, вот сюда вешает на лампу вот этот контейнер. То есть работает, а здесь у нее рядом под руками этот контейнер, который на роллинг вешается. Вменьте в виду вот такой вот небольшой лайфхак. Так, по поводу регулировки. Регулируется она замечательно, по принципу отечественной мясорубки. Железный штырек. То есть вы ее ставите, затягиваете, как вам надо. Никаких дополнительных ощущений делать не нужно. Сама она вот в этом штырьке. То есть сначала вы фиксируете крепеж. Она уже, да, то есть вот. Здесь вот такая прорезиненная подкладочка. Положили, поставили. Просто поставили, без каких-либо заморочек. Честно, я люблю эту лампу. Я считаю, нет смысла отдавать больше денег. Ну, конечно, если там не какой-то определенный интерьер. А так оптимально. Она работает на все свои 100%. Ценник у нее даже после подорожания. Раньше она стоила 600. Потом ставила 700. 800. Сейчас она стоит 900 рублей. Все равно адекватная лампа. За 1000, прям вот более чем. И потом ставите. Единственное, что со временем, при неаккуратном использовании, вот эта часть, да, если постоянно туда-сюда гулять, допустим, уронить, погнется. Здесь уже проблемы будут, чтобы ее корректно вставить. Ну, это как бы, ну, такие вот нюансы, да. Минусы все равно есть. Идеального нет ничего. Так, ну что, друзья мои, по рабочим лампам мы рассказали вам все. Ждем ваши комментарии, обратную связь. Не забывайте подписываться. Про комментарии я вам уже сказала. Ставить лайки. Нам это очень приятно. Мы любим. Это вдохновляет на дальнейшую работу. Ждем обратной связи. Все наши соцсети, контакты, все как обычно в видео. Какие-то вопросы есть, пишите. Не забывайте, что мы работаем не только со своим регионом. Мы можем отправить посылку любым удобным способом в любую страну, в любой город. Если есть в этом у вас необходимость. Поэтому с удовольствием вам поможем. Спасибо вам большое, что досмотрели наш обзор до конца. До новых встреч на канале. И ждем ваши пожелания по дальнейшим обзорам. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok